Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в поле с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала ОМАРКЕТС, где мы постим каждый день, большое количество аналитического контента, конкретные торговые рекомендации и общие тенденции с учетом меняющегося новостного фона. В общем, какой бы анализ вы не предпочитали, технически фундаментальный, на канале всего этого достаточно. Ну что ж, текущая торговая сессия в преддверии дня благодарения в США. Фактически, если на рынке остался потенциал, который может быть реализован в плане движения, то сегодня ему самое время реализоваться. Тем более, что стоит отметить, что возможностей для этого будет достаточно. Очень много релизов по Штатам в 15-30 по московскому времени. Сразу блок американской статистики, заказы на товары длительного пользования, первичные заявки на пособия по безработице, годовые данные по ВВП, личные доходы, личные расходы. Кстати говоря, даже статистику по личным доходам можно анализировать через компоненты. Основной индекс расходов и вкладов в потребительскую активность рекомендую открыть экономический календарь и вы поймете, о чем я говорю. Часть этих релизов будет опережающим индикатором будущего показателя инфляции и может быть интерпретирована как база для определенного рода решений Федрезерва касательно процентной ставки. Мы это прекрасно знаем. Мы знаем, что ФРС сейчас мучается. Какое же решение ему принять? Стоит ли повышать ставки или пока нет? Но я уже тысячу раз вам говорил, что наше предположение это, к сожалению, ничто. Мы ожидаем фактические действия решения, принимает ФРС. И чтобы нам подстроить наши ожидания под действие ФРС, нам нужно сначала послушать, что думают американские регуляторы по текущему новостному фону, по текущей ситуации, считают ли данные условия, которые сложились на рынке, достаточные, чтобы он занял более проактивную позицию и пополнил ряды тех центральных банков, которые уже начали разгонять процентную отставку. Также сегодня в 21.00 протоколы последнего заседания ФРС США. Кто-то считает, что протоколы могут привести к интересным движениям по индексу доллара и в целом по американской валите? Я думаю, что нет, потому что протоколы это сейчас самое неактуальное, что есть на рынке, потому что с времени публикации, и точнее с момента последнего заседания ФРС вышел отчет по инфляции. Вы помните эти шокирующие цифры, все уже изменилось. Чиновники ФРС уже точно иначе смотрят на происходящее. Поэтому нужно ждать следующее заседание ФРС. Это середина, друзья, декабря. Декабрь – это фактически уже совсем скоро. Следующая неделя заседания ФРС, по-моему, с 12 по 13 декабря пойдет. Ну, надо посмотреть непосредственно по датам. Либо 12-13, либо 13-14 декабря. И то, что доллар сейчас растет, это отчасти основано на том, что ряд чиновников ФРС, Каплан, Боллард высказали, что как раз на вот этом заседании американский регулятор может рассмотреть возможность подумать над ускорением темпов сокращения программы количественного смягчения. Ну, в данном случае, если темпы выхода из QE программы будут ускорены, то это автоматически приблизит решение, конечно же, по росту процентных ставок. Я думаю, что сегодня данные не разочаруют по штатам. Поэтому доллар, который и так пользуется, максимально возможная поддержка сейчас. И хорошая статистика, и ожидание ужесточения монетарной политики, и кадровые перестановки. Хотя перестановки давайте возьмем в кавычки слово, потому что как таковых перестановок особых и нет. Джо Байден, президент США, назначил на очередной срок Джерома Паула, а на позицию его заместителя Лайль Брейдард, который раньше прочил вот как раз позицию главы американского регулятора. Главный вывод то, что ФРС, точнее, американская власть, администрация США, Белый дом США, выступает за преемственность в руководстве американского регулятора, собственно, так же, как и в курсе, который направлен на постепенное ужесточение монетарной политики. Раньше допускалось, что если Лайль Брейдард возглавит ФРС, то она может придерживаться более мягких взглядов. Паула пока что не определился до конца, жестко ли он настроен относительно перспектив монетарной политики, либо готов, опять же, сместить фокус своего внимания на необходимость борьбы с инфляцией и поменять нейтральный, жесткий, как бы, настрой на вот этот жесткий, который я отметил. В общем, Паула ассоциируется с тем, что доллар будет расти. И дальше надо, друзья, теперь дождаться его пресс-конференции. Через две недели она будет. Я предлагаю не индексом доллара сейчас торговать, а парой доллар-иена, которая остается на максимуме с марта 2017 года. 115 в моменте уровень обхаживается и полагаю, что 116-117 – это вопрос ближайшего времени. Рынок нефти. 81.34. У меня стояла отложка чуть выше 80 долларов за баррель. Я теперь в длинных позициях, собственно. Это хорошая новость лично для меня, потому что я хотел купить нефть, друзья, потому что много раз вам говорил, что вот это обсуждение продажи статистических резервов – это не то, что приведет к снижению цен на нефть. Я переживал только за то, что ситуация с ковидом в еврозоне может оказаться настолько деструктивной, негативной для рынка нефти, что она обвалится из-за опасений за перспективы роста и спроса на углеводороды. Но вчерашняя динамика по Brent и WTI говорит нам о том, что позиции покупателей очень сильны. И если сегодня, опять же в пятницу, они смогут удержать Brent в районе 80 и чуть выше, то точно уже пойдем к нашей заветной прошлой цели – 90 долларов за баррель и, может быть, даже выше. Продажи статистических резервов. Байден согласовал, что нужно реализовать 50 миллионов баррелей в несколько этапов. И действия США усиливаются действиями ряда других стран, ключевых потребителей, с которыми ранее Байден обсуждал данную инициативу о скоординированных мерах, направленных на выброс на рынок тех резервов, которые имеются, чтобы обеспечить снижение цен на нефть и поддержать темпы роста мировой экономики, которые, конечно же, возможны в нормальных скоростях только в том случае, если нефть дорого не стоит. Но почему я не допускал сценарий, при котором вывод на рынок статистических резервов, в части, привел к снижению цен на нефть? Потому что спрос по-прежнему колоссальный, дефицит предложения такой же, собственно, значительный. Спрос опережает предложение, которое есть на рынке. И самое главное, друзья, на следующей неделе, 2 декабря, состоится заседание ОПЕК, на котором, как уже известно, участники энергетического факта примут решение о дополнительном сокращении нефти добычи, чтобы компенсировать тот приток нефти, который сейчас будет обозначен, ну, в ближайшее время обозначен, за счет продажи стратегических резервов. То есть, вот эта политическая игра и действия разных стран, оно фактически оставило все, как было раньше. То есть, рынок остается в дефиците. Я в связи с этим поддерживаю длинную позицию. Так, что касается американского фондового рынка, рынка восстанавливается, и 4.700 уже, в принципе, я допускаю, что будет снова сегодня, после выхода данных, которые я отмечал в начале своего брифинга. Европейская валюта против доллара. Также цель 1.12, ничего не меняется. И еще золото, 1794. Здесь я предлагаю, друзья, раз рынок игнорирует фундамент сейчас, который, по идее, должен был бы поддерживать рынок драгоценных металлов, краткосрочный шорт, поскольку об этом сигналит кайман рыночных настроений, указывающий на то, что толпа сейчас золото покупает. Давайте проверим качество его показателей, этого индикатора рыночных настроений. Хотя не нужно сомневаться в их эффективности. Та же самая пара евро-доллар показывает нам, как прекрасно отрабатывается этот индикатор, потому что евро валится уже не первую неделю. И не первую неделю индикатор кайман говорит нам о том, что дно по паре еще не достигнуто. Допускаю, что по золоту мы снова можем увидеть 1770 или даже ниже. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.